Давайте ответим нашу богатую Абдул-Хариму, который приписал все это Ибн Таймии, читает из книги Ибн Таймии И откровенно наговаривает, делает подтасовки, зачем он это делает, почему обманывает, почему врет нагло, зная, что никто из его аудитории никогда не получит доступ к этой книге, а даже те, которые получат, просто не поймут Ибн Таймии. Но для этого есть мы, и мы поможем его аудитории понять, что же на самом деле здесь говорит Ибн Таймии. Итак, что говорит Абдул-Харим? Якобы пророк Мухаммад видел Всевышнего Аллаха в образе молодого безбородого юноши с вьющимися, то есть кудрявыми волосами. И Ибн Таймия, собрав как ночной дровосек вот эти все версии, подводит к тому, что это является достоверным. Но, во-первых, ночной дровосек это ты, Абдул-Харим, и твои устазы, и вся твоя идеология, потому что собрал это не Ибн Таймия. Их передали Ахмад ибн Хамбал, и другие имамы, и Уакия, и учителя Ахмад ибн Хамбаля, и Ат-Табарани. То есть до рождения Ибн Таймии за 500 лет эти афары собрали величайшие имамы этой умы, и Саляфу Итабиины, и Ахмад бен Саляма. То есть огромное количество Саляфу Салях. Они все являются ночными дровосеками у нашего органа. Потом, Ибн Таймия не ввел к тому, что это достоверно. Ибн Таймия доказывал совсем другое. Он доказывает образ, видение Аллаха. Это мы сейчас покажем. Но сам хадис, данный хадис, Шаб Амрат, он как раз таки ставит под сомнение. Сейчас мы это зачитаем. Что говорит дальше Абдул-Харим? Абдул-Харим, ну зачем ты обманываешь? Для чего ты обманываешь аудиторию? Он же не сказал, что данный хадис достоверный по двум путям. И ради кого? Для службы кого ты наговариваешь на Абдул-Таймию? Абдул-Харим не сказал о данном хадисе, что он достоверно пригоден для аргументации по двум путям. Он говорил о хадисе Абдул-Харим, о хадисе Ибн-Умара, о хадисе Абдул-Харим и Аиша, и даже о хадисе Абдул-Харим и Абдул-Харим и Абдул-Харим, зачем ты обманываешь? А теперь докажем это. Открываем то же самое, что он читал. Внимание! Он там вот так махал страницами, вот столько страниц, он несет елиси. Давайте посмотрим, насколько Абдул-Харим искренен и правдив со своей же аудиторией. Вот эта книга. Ну, конечно, у меня издание получше. Смотрим. Вот здесь Абдул-Харим приводит хадис Абдул-Харим, где сказал Я видел своего Господа во сне в прекрасном образе. Обращая внимание, раз хадис. Смотрите за контекстом, что доказывает Абдул-Харим. Итак, первое хадис Абдул-Харим. Дальше. Затем Абдул-Харим снова приводит хадис Ахмада. Имейте в виду Ахмада. Опять. То же самое. То же самое. Дальше идем. И уже потом шейх Абдул-Харим сказал, когда доказывал хадис Абдул-Харим, Ибн Аяш ибн Умара сказал И достоверно установлена аргументация этим хадисом двум путями. И дальше снова пошел доказывать. И опять говорит Здесь тоже Здесь Шейх Ислам просто-напросто доказывал достоверность хадиса Абихурайры, Ибн Аиша, Ибн Аббаса, что во сне видел Аллаха в прекрасном облике. А Абдул-Харим что сделал? Эти строчки отнес к хадису, который как раз таки И на этом Абдул-Харим не успокоился. Что он говорит дальше? И последнее, что он говорит уже на 152 странице. Вот здесь завершает на 151 и на 152. 2 с половиной странице. Глава. Что он говорит? И поскольку стало очевидно и ясно, что это происходило во сне, То видение Всевышнего Аллаха во сне Оно допустимо. То есть нет в этом проблем. То есть в этом вопросе нет даже никакого спора. Вне всякого сомнения. То есть по этому поводу нет никаких разногласий. Среди Абдул-Харим это те, кто утверждает слифаты Атрибута Всевышнего Аллаха. Все правильно. Без всякого сомнения. Те же самые слова сказал Кады Айят, ваш аширийский ученый. И эти слова привел Ан-Навовы, соглашаясь с ними. И то же самое сказал и Адаремы, и Аль-Баговы, и другие ученые. Какие проблемы? Что тебя здесь смущает? Это во-первых. А во-вторых, эти вот, как ты говоришь, целых две строчки. Он говорит не о хадисе Шаб Амрат, безбородый юноша, а о хадисе Ибн Аббаса, Ибн Умара, Ибн Айида, Абудара, что я видел Господа в прекрасном облике. Об этом он говорит здесь. То есть Ибн Утаймия доказывает образ Бога, не безбородого юноши, образ, облик, прекрасный облик, облик Творца Господа миров. Вот это он здесь доказывает. А образ отрицают джахмиты. Все правильно. Ибн Абад, Ибн Абаджа. Ибн Абаджа. Ибн Ансуев. А теперь нам наше дело. Ряд хадисов, которые они, суфи, передали, сверх того, что уже имеется в наших преданиях достоверных. Нам известно, да, убежденностью, однозначностью, что это является ложью и наговором на пророка, более того, мерзким куфром. А теперь он начал их приводить. Он говорит, один из них, он увидел своего Господа, когда он был в Муздалифе. Потом другой, он увидел Аллаха во время Тавафа. Он здесь некоторые хадисы перечисляет. И теперь, внимание, доходит до еще одного хадиса. Читаем. Я видел своего Господа в образе такого-то, такого-то. Зритель может сказать, что он здесь, наверное, имеет в виду какой-то другой хадис. Нет. Он говорит. Это как раз-таки именно те хадисы. Внимание, вот в Ибн-Аббасе есть разные хадисы на эту тему, разными путями. Какие-то с добавками слабые, какие-то достоверные. Вот эти достоверные мы потом, иншалла, приведем. То есть далее. И хадис ума Туфаил. Говорит, что это не могло быть, потому что это не могло быть в Ми'радже. Ми'радж был в Мекке, а это была в Медине. Там не стыковка. Суть он это приводит в контексте наговора на пророка. Возвращаемся к его книге Тальбису-ль-Джахмия. Даже если бы он был достоверным. То есть Ибн-Атаймия комментирует теперь матен. То есть может ли быть такое, что это может явиться во сне? Он объясняет. То есть считал ли он реально, что Аллах безбородый юноша, это куфр у всех. Что он говорит? И человек может увидеть Господа во сне. И общаться с Ним, или обращаться к Нему. И это истина во сне. Возможно. Истина во сне такова, что человек может видеть Аллаха во сне. То есть Ибн-Атаймия ничего нового не сказал. До него уже говорили. Но внимание. И не обязательно, что если он увидит во сне Бога, то есть в каком-то образе, который Всевышний создал во сне, чтобы Господь был таковым. Нельзя так думать, говорит чеху-ль-Ислам. Потому что то, что видишь во сне, не обязательно должно вот это увиденное во сне соответствовать реальности, истине. Вот что говорит чеху-ль-Ислам ибн-Атаймия, и архима-гуллах. Ложь Джагмитов прояснилась. Оказалось. Во-первых, он не говорит, что Господь такой, как пришло в хадисе. Это понятно, да? Во-первых, он не говорит. Второе, он даже, оказывается, послабляет сам хадис. И в-третье, он утверждает и доказывает образ, что образ Господа во сне, что он вообще есть образ, да? Это истина. А во-вторых, что он может быть и во сне, но даже если он будет во сне, то не обязательно то, что было во сне, оно реально такое, какое оно на самом деле. То есть фель-хакико. Это шаху-ль-Ислам. Еще один момент от Абдул-Халима. Что он видел своего Господа Филимонами, опять во сне. Есть, где говорится, во сне, что он видел во сне, сновидение, есть в других местах, что он не во сне. Но не важно. Будем исходить из того, что он во сне. Нету нигде, что сказано наяву. Опять ты выдумаешь и наговариваешь. Уже не на шаху-ль-Ислама, а на всех мухаддитов, умы, которые этот хадис передали. Поверьте мне, мухаддитов, передавших данный хадис, десятки. Я насчитал десятки. И все они признаны. Из них салфа-салих, табиины, таби-табиины, мучта-иды. Никто из них не сказал, что наяву. Везде сказано, либо филимонам, либо без упоминания слова манам, но имеется в виду манам. А теперь выводы. Шейх уль-Ислам не удостоверяет данный хадис. Данный хадис удостоверяют те, кто был до ибну таймией. Шейх уль-Ислам говорит, что Аллаха во сне можно увидеть в каком-то образе, которым Аллах его радует. Но это не означает, что этот образ есть Аллах. То же самое сказал и Кадалья, то есть жрецкие ученые, и Анавави, и Дони Хадарими, и Аль-Багави, и так далее.